всем здравствуйте сегодня у нас будет пошив платье которым я сейчас нахожусь она уже шито был у нас еще один ролик по раскрою этого платья мы его шили по готовой выкройки из интернет-магазина шкатулка ссылочку на интернет-магазин на прошлый ролик оставим в описании и также оставим вы на саму выкройку что хочется сказать по этому платью по пошиву мы сделали обработку низа рукавов и самого изделия на распошивальной машине линию горловины у меня запах идет обработали такую вот таким небольшим кантиком посмотрите синеньким таким как сердечки и хочу немножко остановиться все-таки на самой выкройки платье это трикотажные это выкройка такая очень универсальная для трикотажных тканей в чем ее универсальность я столкнулась с тем что вот готовые выкройки я в принципе очень редко использую но именно по этой не знаю как по остальным хочу сказать что она все-таки универсальная в плане посадки обработки было несложно и если мы из другой ткани вот у меня сейчас если мы посмотрим на платье оно такое повседневное но если мы этот же фасон запах драпировку сделаем на ткани более такой скажем получше подороже это платье уже будет смотреться празднично и нарядно возьмите бархат велюр однотонную черную ткани да будет ну просто шикарно еще хочу акцентировать внимание и похвалить вот именно рукав посадку рукава как он сшивался то есть не было вообще никаких вопросов сзади и на этом платье нет никаких вытачек вот смотрите по спинке тоже нет никаких вытачек только идет шов по середине спинки ну и вот здесь вот мне кажется что нужно чуть-чуть убрать вот именно в этом месте поэтому пишите как вы считаете нужно или не нужно если убирать то буквально ну может быть сантиметр то есть вообще совершенно немножечко но теперь давайте мы с вами вместе сошьем это платье начинаем пошив платье вот она у меня была на первой примерке и я на первую примерку вот сам шов который шел посередине спинки и плечевые срезы я их уже даже сначала боковые пока как вы видите нет потому что хотела увидеть посадку и так для пошива мы убираем рукава и открываем боковые срезы на платье и будем сейчас обрабатывать именно линию горловины и для этого нам плечевые срезы надо чтобы уже были готовы то есть если вы начинаете шить то точно также нам нужно сточать плечевые швы шов посередине спинки и платье разбираем вот у меня открыты боковые срезы но при этом я сметывала сам запах складочки я их так и оставляю я их пока не трогаю потому что они меня вполне устраивают внутри запах именно вот эту часть обрабатываем оверлоком для обработки запаха то есть с одного боковой точки до другого бока справа налево либо наоборот обрабатываем вот так вот в круговую я для этого взяла трикотаж подходящего цвета с сердечками сначала его с вы в разутюжку ширину взяла 4 сантиметра теперь буду складывать двое он хорошо тянется и при этом вот этот шов который у нас есть можно разместить либо возле плечевого шва либо по спинке у нас есть спинка поэтому размещать буду его по центру спинки вот так вот совмещаю и от этой точки буду пришивать в одну сторону и в другую сторону планку при этом я буду подтягивать для того чтобы вся линия и вот здесь вот по ростку и вся горловина она этим самым и при посадится и самой планочка она будет придерживаться то есть вот я ее буду брать подтягивать вот так вот и вот так вот по всей по всей полностью линии в одну сторону и в другую вот обработка вот такая вот она и закрепляет горловину если мы с вами вот так вот посмотрим вот я сейчас так разложу то видите получается как раз круг то есть вот здесь вот все полностью как сам сама планочка она при посаживает и вот здесь вот по росточку сзади и впереди по горловину сам запах следующий шаг мы можем сюда вшить рукава вшить рукава вот как буквально мы вшиваем на футболке почему я говорю и тут можно никакой не делать при посадке я сам рукав сюда в металла он четко идеально садится ну и сама ткань такая у меня тоже как бы трикотаж она тоже хорошо ложится зависимости от того из какой ткани мы шьем мы получаем абсолютно разные изделия если мы шьем ткань ну вот допустим такого как я да вот и рисунок и все то мы получим какое платье повседневное если мы возьмем допустим красную ткань однотонную розовую там голубой цвет черный мы уже получим праздничное нарядное платье ну и конечно же к тому платью праздничному нарядному вот такая обработка уже конечно не годится там нужно будет делать при посадку стабилизирующую строчку и обработку естественно уже должна быть у нас допустим подкрайной обтачкой либо выпускать вот такой манюсенький манюсенький кантик чтобы был вот можно и так сделать вот смотрите кстати я взяла вот так вот заворачиваю и мне очень нравится и можно сейчас вполне сделать вот здесь вот шов да вот так вот отступить сделать второй шов и будет очень красиво смотреться вот так вот кантиком но почему нельзя срезать ширину в этом случае вот как я буду делать потому что если будет вот такой тоненький тоник тоненький кантик останется то тогда нужно хотя бы делать обтачку чтобы придерживалась горловина ну или сделать вот так вот еще одну строчку и получится вот такой вот красивый кантик наверное я так и сделаю вот так вот получилось горловина вполне нормально достойно получилось внутри и после того как я сначала рукавчик мы с вами будем боковой шел вместе с рукавом тоже соединять и вот здесь вот то что я вам говорила рукав классно садится вот смотрите я просто взяла вот вшила ну отлично тютелька в тютельку то есть выкройка как бы очень даже хорошая все идем за оверлок беру вот у меня низ изделия совмещаю два боковых среза навожу под оверлок ну я когда делала примерку на себя я значит сделала там припуски потом я их чуть-чуть срезала и теперь я просто вот так вот по краю иду ну чуть-чуть срезала а чуть-чуть послабило чтобы платье не было такой в облипку на идеальных фигурах она красиво смотрится а так нужно оценивать свои возможности так сказать так вот проходим оверлок с трикотажем абсолютно хорошо работает вот смотрите получается какая строчка вот все тянется все хорошо все отлично у кого нет оверлока если вы планируете да то я вам но этот оверлок могу с закрытыми глазами все-таки порекомендовать именно для всех типов тканей он подходит и для трикотажа в том числе потому что есть для трикотажа отдельно есть для тонких толстых тканей это для всех типов тканей так вот здесь вот я расправляю обязательно швы которые мы делали с вами на рукавах они идут вот на рукава то есть они вот так вот дальше их продолжаем и дохожу до самого низа она распошивалки мы с вами обработаем низ изделия рукава и низ изделия ну вот здесь видите я сразу ровняю все что надо срезать срезаю где тут мои ножнички все можно все идти утюжить сейчас я уже обработаю низ рукава изделия и пойду все про утюжить и платье будет готово обрабатываем низ рукава из изделия а сами рукава вот смотрите я уже обработала получается очень аккуратненько сейчас шов в закончу вытащу намёточку я тут про металла и все платье будет готово вот так вот получился низ низ обработан и осталось нам про утюжить те места где мы еще не утюжили сейчас я по низу пройду по боковым срезом и на этом платье можно уже носить желаю пусть у вас все получается всем удачи всем пока